Чуть-чуть от шеи отступаем, у нее полоска там белая Так, здесь меня волнует еще такой момент, как хвост Ты что, съела Джину! И вот так Джина, кстати, тоже делает Ох, ну в этом видео так много фактов о Джине вы узнали Так, ребят, надо сравнить Всем привет, я Эля Ди И сегодня я попробую сделать Джину в Симс 3 питомцы Я попробую создать реально похожую Джину, как она вот в реальной жизни Посмотрим, что у меня из этого получится Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео А мы начинаем Это моя собака Джина, давайте на нее посмотрим, какая она в реальной жизни У нее вот такие всякие пятнышки есть интересные на теле И, конечно же, ее знаменитая мордочка с полосочкой, Джина Только не надо словаться Еще у нее черные губы, карие глаза, достаточно такие большие, миндалевидные Вытянутая мордочка, потому что это охотничья порода собак И треугольничком ушки, потому что это особенность породы Джек Рассел Терьер Ладно, отпустим Джину и попробуем сделать ее виртуальной Я уже в редакторе создания питомца И мы начинаем Итак, начнем мы Это здесь у нас обычный стандартный питомец, которого мы будем изменять его внешность А на моем лайв-канале я создала себя в Симс, когда смотрите этот ролик Обязательно посмотрите, что у меня получилось Ссылка на мой лайв-канал в описании под этим видео Для начала выберем пол У нас женский пол у собаки, она у нас девочка Ну и возраст здесь есть пожилой или молодой взрослый питомец А взрослый питомец просто И следующий важный шаг, который нам нужно сделать, это выбрать породу Посмотрим, есть ли здесь в перечне наша порода Напоминает Джина Джек Рассел Терьер Так, здесь есть раздел маленькие и большие собаки Ну, наши относятся к маленьким собакам Давайте посмотрим Так, очень знакомые такие породы Это что у нас за порода? А, это фокс-терьер, видите, я почти что угадала О, вот Джек Рассел Терьер Кажется, это то, что нам нужно Давайте нажмем, посмотрим, какого он нам сделает Джек Рассел Терьера Так Ну, что я вам хочу сказать, ребят В принципе, отдаленно она уже чем-то напоминает Джину Но еще предстоит много чего скорректировать, по всей видимости И мы переходим к следующему шагу, это работа с шерстью Итак, цвет шерсти для начала У нас здесь есть несколько стандартных вариантов Но нам простые варианты не нужны Мы будем самостоятельно сейчас делать расцветку Нажимаем на кнопку дополнительно И у нас открывается здесь подробный редактор Мне очень нравится, как здесь сделана морда В плане, хорошо сделана белая полосочка Джинки Нам представляется, вот стандартно здесь Так что белую полоску мы оставим, как она есть Но будем работать над телом Для начала, чтобы такое было белое полотно Чтобы нам было интересно работать Мы сделаем собаку полностью белой Удаляем слои Хвост подходит, поэтому оставим Спинка белая Сейчас с ней будем работать Причем пятнышки, смотрите, есть как у Джинки от загара такие на животике Сейчас покрасим ушки Так, вот уши Цвет сейчас выбираем Черное нам не подойдет У Джинки, ну, как бы коричневые уши Вот, это уже похоже на правду Кажется так Так, отлично Теперь мы давайте попробуем сделать губы У Джинки четко обведенные черные губки Так, теперь попробуем изменить пятнышки на теле Выбираем тело Джина встала Что-то не то Какой-то полудалматин О, нет, это совсем не то Так, это какая-то длинная шерсть получается Отметина это называется Вот, а я ищу слово пятна Это называется отметина Да, у Джины такие большие крупные пятна на спине Добавляем еще слой Можно его поперетаскивать таким вот образом Ну да, в районе попы такое еще одно у нее большое пятно Очень даже похоже Ну, у нее как бы, да, вот такая как бы попка полностью рыжая И маленькое белое пятнышко между вот этими большими двумя пятнами Не знаю, смогу ли я здесь сделать, будет ли здесь такая возможность Для этого нам надо найти другое пятно и его подвинуть Так, ну, вот так, да, вот, 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 вот Чуть-чуть от шеи отступаем У нее полоска там белая Вот так Но у Джины пятно не такое черное по центру Поэтому сейчас вот здесь открою слои и подредактирую Я не знаю Да, наверное, у нее не отличается ничем окраска Но может быть чуть потемнее из-за того, что там кожа собирается как бы Так, давайте сейчас попробуем уменьшить Может быть получится сделать маленькое белое пятнышко, как у Джинки Ну, ребята, кажется как-то так Пятно, конечно, получилось не совсем такое, как у Джина Но, мне кажется, возможности игры мне не позволит его прям конкретно сделать таким похожим Поэтому, наверное, с пятнами мы закончили Вернемся дальше к редактированию Так, здесь меня волнует еще такой момент, как хвост Как бы хвост, он вроде бы вот такой, но только купированный у Джины То есть, понимаете А вот такой, который здесь есть, он, ну уж, кратковат Но, в принципе, это больше похоже, чем вот этот длинный-длинный Поэтому оставим первый вариант Купированный хвост Итак, форма Следующая вкладка Здесь есть форма тела Я думаю, она очень даже похожа на правду Джину Ты что съела Джину? Джина съела Джину Смотрите, какой коренастый пес Давайте посмотрим, что с головой Подробный редактор Длина головы Форма макушки Голова-то вот такая какая-то, побольше Относительно тела, у нее голова как-то так Так, что у нас здесь еще есть? Есть глаза Глаза, зеркало собачьей души Повернем Джину к нам Итак, здесь глаза какие-то зеленые Но у Джины не зеленые глаза Поэтому давайте в редактор цвета глаз У Джины глаза покрупнее, чем здесь У нее очень выразительные такие большие глазки Поэтому я бы их увеличила как-то так У нее реально большие глаза И цвет глаз У Джины, наверное, вот такой То есть у нее реально темно-карий цвет глаз Глаза у нее темнее, чем цвет шерсти Так что принимаем Возвращаемся к редактированию У нас здесь есть морда Что с мордой у нас? Давайте посмотрим Ну, вообще, как бы морда очень похожа Потому что я же выбирала здесь именно Джек Рассел Терьер Поэтому, да, и в ушах, в принципе, тоже все меня устраивает Поэтому, наверное, с внешностью мы закончили За исключением того, что нам нужно подобрать еще аксессуары И поработать над характером Джинкиным Здесь что с аксессуарами? Адресник нам нужен обязательно Естественно И, конечно же, все должно симпатично быть Попробуем примерить вот такой вот ошейник О, очень красиво у Джинки был такой ошейник Раньше красный, с камнями И адресник в виде сердечка По-моему, очень красиво Мне нравится Итак, теперь у нас характер Это уже хозяйка знает лучше, чем сама собака Однозначно Черты характера Давайте же посмотрим, что нам предлагают В качестве черт для собаки Боится воды Это точно, да? Будем это засчитывать за боится воды? В принципе, Джины так уже немножко Ну, как бы, начинают любить воду Но все равно я бы сказала, что нам старается ее избегать Не любит купаться Так что, да, боится воды Верное сердце Воплощенная гордость Злюка, лапочка, лежебок Ну, это такие неявные черты Джины Любит приключения, любит разрушения Не любит разрушения Наверное, Джина очень-очень охотничья Она просто, я не знаю Ни одну мышку не пропустит Поэтому охотник я тоже выбираю Вчера Вчера на лайв-канале я провела трансляцию Она началась с того, что Джин побежал за белкой Поэтому это однозначно охотник Еще Джина у нас умница Тут в описании написано, что легко учить новые команды Навыки Да, это точно И вот так Джина, кстати, тоже делает Прикольно Так что, да Принимаем Джину такой Помимо этого Вот она уже с характером у нас такая Джина Голос Надо выбрать голос Давайте же послушаем, что нам здесь предлагают А что так похоже? Ну нет Так, надо сравнить Джина Голос Так, хорошо Кажется, я поняла Ох, ну в этом видео так много фактов о Джине вы узнали Так, кажется, все Теперь давайте сравним Джин Виртуальную Джину и реальную Джину Так, ребят, надо сравнить У Джина вот эта полосочка на мордочке заканчивается примерно на лбу Ну вот так она устроена Ну и там, наверное, она тоже заканчивается на лбу Для виртуальной Джины это просто идеальное сходство Не забудьте посмотреть, сумела ли я создать себя в Sims И какое там сходство получилось Подписывайся на мой канал И увидимся в новых роликах Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!